Набери девоньку, пока вокруг достаточно сухо, можно облокачиваться. Набери девоньку, да так, чтобы она не была в гипсе. Смортизиком идем, хорошо? Ну и складочки. А с чего? С головы начинаете листить? Все равно. Листочка. Причем, а-ля колонок, а-ля белочкой. Кажется, вот этой тоненькой, да я и нарисую. Получается. Нет, получается, но плохо. Нас интересует более рубленый. Рубленый. Рубленый мазок. То есть, как будто работает скульптор, а не мазилка. Хорошо? Да. Рубленый. Мало того, если той гибкой, тоненькой кистью пришлось бы разжиженной краской работать, нет. Мы, поскольку это импрессионизмик, мы не разжиженной краской работаем, а достаточно густо, достаточно плотно. И для этого нужна кисть, а-ля щетинка. Это и щетинка, поэтому вот она и нужна. Ну, щетинка может быть имитацией синтетика, может имитировать щетинку. Вот такими. Посмотри, как выразилась эта линия, и она сразу вышла оттуда. То есть, вот с этого контраста здесь уместно начать. То есть, мы всегда, когда что-то вырисовываем, выбираем нечто главное, нечто существенное. Существенное у фигурки, кроме ее силуэта, это вот эта контрастность линии. Наоборот, контрастности здесь нет. Если прищурить глаз и посмотреть на девочку общо, значит, как бы притуманить края, то мы увидим контрастность вот этой линии и контрастность вот этого места. То есть, вот этого места и вот этого. Все остальные контрасты размываются. Размываются. Здесь не будет контраста. Здесь не будет контраста. Согласна? Давай. И периодически, помимо рисунка, который здесь в камнях и в девочке, чуть-чуть подбрасывай, дополняй мазочками, чтобы картиночка наполнялась плодородным слоем вот этой порисованности. Вот они, мигалочки, чуть более темного, чуть-чуть более светлого. Просто такие мигалочки. Постоянно-постоянно подбрасываешь, подбрасываешь новых и новых. И опять пошла, порисовала. То есть, не только эти, но и порисовала. Опять здесь где-то сосредоточилась. То есть, все, всюду подбрасываешь. Никогда не пишем какой-то конкретный кусок, везде работаем. Некоторыми ножницами идут. Вот у тебя был шланг, я его просто перебил, перебил. И получилось две волны. То есть, волны чаще всего это ножницы. Ножницы вхождения друг в друга. То есть, такие, вот такие. А правда, канат получился. Сейчас, сейчас, сейчас. Для того, чтобы выразительнее прозвучала отраженность. Опять, смотри, зигзагообразный, ножничный характер. Когда они вдруг в друга входят не шлангом, да? Хотя бы. То есть, ножничный характер. Зигзаг ножниц. Видно, что что-то заслонило что-то. То, что стало светлее, то, что под разным углом к небу повернулось, стало светлее. То есть, вода как звучит? Вот та, которая к нам, она прозрачна. Та, которая, вот та плоскость, другая сторона волны. Густота воды. Или колебания. Нет. Ну, там, где больше воды, так прозрачнее. Смотри, вот вода. Освещена солнцем. Поверхность. Поверхность. Подожди, не солнце. Поверхность воды. Вот она. Вот эта обращена к нам. Светлая. За ней плоскость обращена от нас. Опять к нам. Опять от нас. Вот так. Подожди. Та, которая к нам, она просто прозрачная. Мы видим камни. Та, которая повернулась, на ней отблеск от неба. К нашему углу зрения. И она седая, светлая. Опять к нам прозрачная. Опять от нас седая, светлая. Вот эти светлости, вот эти прозрачности. Здесь мы видим темность дна. Здесь мы видим седость отражения неба. Вот эту историку и ножнично показываем в этих прибрежных местах. Хорошо? Да, сейчас еще и только наносит. То есть по ней бахрамиста пройтись, чтобы она несколько таяла. И все-таки, чтобы была достаточно ровной. Если ровности не хватает от руки, берешь скотч, да. А, у нас есть. Если что, отсекаешь ровненько, ровненько. Несколько мерцает светик. Вот здесь. Подсунешь его. Попытка срисовать этот камень, ну, почти бестолковая. Лучше обозначь его как камень. Срисовать все пункты камня будет тяжеловато. Он с натуры делал. Мы делаем с его уже репродукцией. Поэтому незачем гоняться за всеми там звуками и пытаться перечислить их в подробностях. Главное взять характер камня. Ты видишь, там некоторые краснотики. Там некоторый линейный рисунок. Краснотики, коричневости. Некоторый линейный рисунок, который решил вопрос камня. И не заморачивайся с ним. Уже заморачивался. То есть надо понимать, что мы можем себе позволить, а что не можем. В данном случае попытаться срисовать каждую подробность этого камня не можем. Так очень все приблизительно. Вот эти, да, они у него более порисованные. И мы можем у него срисовать эти подробности. Тоже вот этот вот линейный рисунок. Жесткий линейный. Вот этот. Вот как здесь эти линейные проявления, так и здесь. Они хорошо дополняют настроение каменности. Грубый ломанный рисуночек. Да? Да. Он сразу делает. И здесь тоже вот этот грубый ломанный характер. Грубый ломанный. А здесь даже и с темнотами. С суховатостью какой-то даже. Разного размера камушки желательно подсунуть. Это будет красиво. Чтобы не только крупные, но и мелочевочка. Не произошла шляпа, хотя бы потому, что она очень светлое пятно. Очень. И несколько теплое. Этот малый свет, который здесь, все-таки сделал его тепленьким белым. Почему у меня краска не ложилась? Она как-то вот размазанная. Не знаю. Мало, наверное, дала. Наверное, вещества не добирала. Смотри, прямо лепко, прямо густота краски дала эффект многого содержания в шляпке. Намечник на тепленькое личико. И опять узнаваемый чернявенький рисуночек. Линейный. Хорошая отчерченность шляпки, так же, как и вот этого пятна. Дополнить. И распределить. Оно, да? Да. Черному не хватает выразительности тоже. Это мощное черное пятно. Лоснение краски, обрати внимание, создает эффект прорисованности пятна. Хотя нет реально серьезной прорисованности, но само лоснение дает эффект. А что она держит там? Зонтик, тросечка. А, трость, понял. Тоненькая тросочка. Она и у него там смотрится, как корзинка в руке или как что-то. Так у меня так как протез получился. У тебя был протез, да, на другой картинке. Так, значит, вот этот закрутельник пусть произойдет не встык, а с расстоянием. Рук вообще не видно, вот она сидит боком. Ну вот тепленькое пятно там просто лежит. Тепло текет, какие-то рефлексы теплого с той стороны. Ломанный характер рисунка. Ломанный. То есть скульптурный, как скульптор, который высекает. Рубя, мерцательное гуляние темного. Смотри, густота краски создала эффект порисованности, правда? Да. То есть у тебя было темное, но бескрасочное пятно. И оно смотрелось скорее камнем, чем одеждой. А так теперь огласнение вот этих бархатов произошло. Вот сейчас я обращу твое внимание, ты скажешь, ой, да, действительно. Я уже вижу. То есть они все одинаково подрезаны снизу. Они все одинаково очерчены сверху. Абсолютно одинаковый строй, одинаковый камень. Теперь смотрим на правду. Правда в том, что здесь нет разницы. Вернее, нет жесткой линии. Посмотри. Это тоже камень, но он не очерчен так же, как братья. Мало того, где-то взять и крупным мазком решить. Не мелочевкой, а крупным мазком. Смотри. Он сразу другой. Тоже нет очерченности. Смотри. Чего ты кладешь то, чего там нет. Ты же копируешь эту картинку, а кладешь то, чего там нет. Зато как все должно выделяться стало. Да нет. Скучно выделяться стало. Ну да. А вот голубой камень. Согласна. Чего ты его не положила? Ты все сделала одинаковыми. Понятно, что голубой требует какого-то более сложного письма. Потому что он не очерчен так, как остальные. Но это же обогащает. А так они абсолютно одинаковые. То есть вот я сейчас убрал везде одинаковую подчеркнутость. Угу. И посмотри. И уже ничего так себе стало. Угу. Не везде одинаково подчеркнуто. Я только что подчеркнула. Смотри. Не везде. И смотри, как замерцало красиво. Да. Вот мы вот так видим. Мы не видим все очерченным. Мы вот так видим. Так. Тоже. Вот я твое внимание, кстати, обратил. Но ты не приметила. Посмотри. Вот так лучше? Лучше. Тень пошла, да? А нет. Жесткости нет. Нет. Жесткости нет. Посмотри. То есть не нужна жесткость везде. Она нужна избирательно. Акцентно. Вот теперь появляется темное. Целый темный зигзаг здесь. Агрессивный. Угу. И он является центром. Он возглавляет. Ему вторит рифмочка темного. Но она уже потише будет. Сейчас мы ее успокоим. Но она тоже участвует в игре. Но потише. Это рифма. Этому пятну. Такая недорифма. И здесь, я имею ввиду, ну, добавишь ее, когда добавишь. И здесь желательно не делать равенство вот этой рифмы. То есть там мутное темное пятно. Необрисованное. Е. Угу. И тогда появляется главное. Рифма к главному. Кое-где вот такая вот темность. И второстепенно. Все второстепенно. Поняла юмор? Да. Ну что, осталось только это камень и все. Ну и немножко порисовать вот эти вот чертежик. Если вот удастся, тоже будет неплохо. Чертежечек. Вот из этих линий. Лежачей кистью чуть чертежечно уложить. Прикольно? Да. То есть вот такого немножко. Ага. Неправильно я тоже держу. А я вот внизу все тело исполняю. Вот как. Чуть-чуть чертежика. Чертежик, ты видишь, вытаскивают на передний план. Да. Потому что она не сидит же на воде. В длинном платье. Не можешь она сидит на воде. А вообще, если сравнивать. Ну, а может и не вода. Но вообще здесь более синий, поэтому по идее... А это тянет тень, наверное, от камня? Да нет. Свет-то с этой стороны? Ну, и от какого камня тень? Вот от этого. А от такого маленького камня такая гигантская тень? А там большую. Там рядом камень мы его не видим. Он же с натуры писал. Да, пожалуйста. А я в кушке оставил тряска. Смотри, смотри. Ага. Да, совсем. заиграл. И мои канаты. Ну, вот просто сам пошел. О! Так. Еле звучит. Бьющиеся воды. Смотри. Нет. Еле звук. Да. У нас картина вообще у коровины получилась. А яблака ведь ее добавила? Хорошая облака. Сверху осветила все. Очень вкусные водочки. Это вы сделали, это я. Ну, тоже вкусные очень. Вот это вы, а вот я. Угу. Хорошо. Здравствуйте. Да. Ну, вообще значительно. Ну, как вы считаете, стоит ли еще приходить или нет? Обязательно. С учетом того, что ты на каждый урок приносишь деньги. Я жечу, конечно. Конечно. Шутит. Шучу. Дело в том, что рисовать вообще стоит. Чего бы не рисовать? Вот я не вижу причины в этой жизни не рисовать. Вот это какая красота. Это как наркотик. Я вот сейчас только работаю. Да, немножко вот таких плоскостных решений. Чтобы не только косматенькость, но и такая плоскостность. Правда? Да. Вот это схеме каменное. Смотри, смотри какие. По степенчикам хорошо. Каменности. Правда? Угу. Правда. Ага. 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 Конечно стоит рисовать. Тем более, что у тебя вполне приличные возможности. Ну, способности. Так. Хорошо. Ну, не знаю. Ты же пол работы провела вообще безупречно. Как ты еще можешь спрашивать такие вещи? Угу. А теперь можно сравнить? Угу. 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 Угу.